Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта АпсВидеоревью.ру. Представляю вашему вниманию программу Фидли. Фидли это программа для чтения новостей, которая пытается сделать чтение новостей похожим на чтение новостей в журналах или в газетах. Например, сразу после запуска программы вам показывается страница с заглавной новостью, с последней, которая обновилась. Если на нее кликнуть, то вы попадаете на страницу на более полную информацию об этой новости. Дальше можете перейти на сайт этой новости. Все открывается внутри приложения, но браузер, похоже, используется стандартный, так что новость выглядит нормально. Прямо из этого меню вы можете поделиться этой новостью в Фейсбуке или в Твиттере. Можете, например, сделать ее реформат. И браузер берет все ненужное, оставит только текст новости. Делает, в принципе, оно это неплохо. Дальше вы можете листать ваши новости. И они все будут показываться у вас по очереди на экране. Можно выбрать режим Latest. И тогда они все будут просто одним общим списком. Или можно выбрать раздел MyFeedly. И тогда будет показываться по несколько последних новостей из каждой категории. И первая новость в категории будет показываться большой на целую страницу. Также можно выбрать любую из категорий, которые у вас установлены в вашем аккаунте. Фидли легко подключается к Google Reader. Так что проблем с переносом ваших любимых подборок, ваших любимых новостей сюда нет. Также Фидли предлагает подборку своих новостных источников. Но они все американские. И не знаю, насколько они будут вам интересны. Кроме того, Фидли предлагает ряд других настроек. Так, ряд других настроек. Которые доступны, например, прямо из меню. Значит, вот настройки. Здесь у нас есть возможность подключиться к B2Y, Instapaper, Read it later, Tumblr. Также можно настроить поведение приложения в различных ситуациях. Итак, здесь еще поддерживаются разные нажатия на экран. Например, нажимая вот здесь с правой стороны, вы помечаете новость, как прочитанную или непрочитанную. Проведя вниз по экрану, вся страница становится прочитанной или непрочитанной. Если нажать вот здесь с левой стороны, то вы ставите пометку на новость. В принципе, приложение достаточно интересно, выглядит красиво. Гораздо интереснее читать, чем тот же Google Reader, где все новости идут одной строкой. Но в то же время, если у вас большое количество новостей, то не всегда удобно отслеживать, что вы читали, что нет. Потому что, например, каждую новость или каждую страницу надо отдельно отмечать как прочитанную. Я не как в Google Reader, например, когда все, что вы просмотрели, автоматически помечается прочитанным. Ну, в принципе, можно попробовать. У этого приложения также есть веб-версия, где вы логинитесь и смотрите новости примерно в таком же формате. На этом про приложение все. Если вам понравился наш обзор, голосуйте за нас на YouTube или отправляйте ссылку своим друзьям. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...